Какое сегодня число? 17 сентября. В некоторых районах Швейцарии плюс 25, а у нас плюс один. И снег. И снег, да. Я в кроссовках обычных. Сейчас пойдём по вот этому маршруту. Куда-то туда. Пойдём. Начинаем маршрут. Идти 1 час 15 минут, да? Возможно. Возможно, если мы никуда не слетим с тропы. Лена, что для тебя самое важное в жизни? Ты меня поставила в тупик. Для меня самое главное в жизни это просто сама жизнь, интересно её жить и пытаться сделать так, чтобы было максимально комфортно и радостно в каждый день. Я думала, ты скажешь саморазвитие. Так я уже развилась. Развилась. Развилась это если бы у тебя был муж. Я знаю. Хорошо, значит. То есть получать удовольствие, да? Да. От того, что ты делаешь. Для меня, наверное, важна любовь в большом смысле, в большом понимании. То есть любовь к себе, к другим, к тому, что делаешь. Ну и согласна с тобой тоже получение удовольствия от жизни. Фух. Гедонизм. Следующий вопрос. Если бы у тебя был миллион долларов, на что бы ты его потратила? О, я бы, наверное, бросила работу на какое-то время. Сначала я бы путешествовала и, допустим, рисовала просто в разных местах. А после моего тура по всему миру и занятий рисованием, может быть, ну месяцев, 6-8 дней, весь примерно так, я бы пошла бы снова учиться. Поступила бы на Neuroscience и сделала бы ещё одну докторскую. Ещё одну докторскую, вы слышали? Самое яркое воспоминание из путешествий в твоей жизни? Из путешествий. Это, наверное, океан, я так думаю. Какой? Какой в Америке? Океан в Калифорнии. Есть Атлантический, а в Калифорнии... Это Тихий. Тихий, да. Тихий океан в Калифорнии. Потому что очень было много всего связано с этим местом, в принципе, в плане планов на будущее возможных. И было очень здорово туда приехать, пообщаться с людьми, быть близкими по духу, рабочему и жительному, в принципе. И гулять, смотреть на то, что всё, в принципе, возможно, что весь мир у твоих ног и такая вокруг невероятная красивая просто природа. И если бы ты не жила в Швейцарии, где бы ты жила? Я жила бы в Америке, наверное. Где именно? В США, да? Я думаю, ну да, в США. Я думаю, скорее всего, это был бы, наверное, Стэнфорд. Потому что там очень много возможностей для развития, для встречи с интересными людьми. Там очень красивая вокруг природа и для хайкинга, и для серфинга, и для катания на вене, и всего-чего пожелает душа. Вот. И, конечно, минус сейчас это, возможно, политика Америки. Но в основном в Калифорнии таких проблем обычно нет. Так, я иду. Ага. Каких проблем, ещё раз? Не поняла. Проблем обычно нет. Ну, в Америке сейчас издаются странные законы про аборты. Запрет абортов, да? Да. А то в Калифорнии, насколько я знаю, пока не тронута этим. И, наверное, там всё ещё было бы жить неплохо. Но в целом линия, как бы, политики... Ну, в общем, это слишком сложная тема. Подходим к какому-то очередному заборчику. Чтобы всякое дверьё не могло пройти на трейли, закрываются. А мы можем медведя увидеть? Ах, как красиво! Так... Самые яркие воспоминания Новосибирска, твоего родного города. Самые яркие. Я очень любила не то, что яркие, но тёплые, например, то, что мы по выходным очень часто ходили в кино, а после мы ходили в Нью-Йорк пиццу, есть банана сприт и пицца с ананасом. Да, кстати. Нью-Йорк пицца – это была одна из первых пиццерий в Новосибирске. Это были 2000-е годы. И тогда ещё не было никаких Макдональдсов. Бургер Кинга Макдональдс в Новосибирске появился достаточно поздно. Вот. Ой, сейчас покажу красоту. Ой, надо здесь остановиться и сфоткаться. Будем на фотопаузу останавливаться. Да. И вот там, конечно, была эта пицца с ананасами. Да, была. А ещё однажды мы с Леной поехали, по-моему, за какими-то билетами. Для нашего класса. Да. Купить на весь класс билеты на какой-то концерт. Другой конец города, другой берег реки. И мы поняли, что мы потратили больше денег, чем у нас осталось на дорогу. И проезд тогда стоил буквально рублей. Шесть. Пять или шесть. То есть, пара центов. Нам не хватило двух рублей. Но нам было настолько стыдно просить их у прохожих, что мы... А бы всё равно просили у двух. Мы сказали, вам что, на пиво не хватает? А ну, пошли вон, малолетние. Да, и в итоге мы пошли пешком через весь город по мосту. То есть, мы шли где-то час, да, наверное? Я думаю, что больше. Расскажи, пожалуйста, о самом сложном периоде в своей жизни. Это был переезд в дурацкую Германию. Почему дурацкую? Да нет, на самом деле Германия отлично. Просто на тот момент она была, казалась именно такой, потому что мне было 15 лет. И когда тебя против, как бы, твоей воли меняют твою жизнь в таком возрасте, тебе не очень от этого классно. Было очень сложно переходить в новую школу после школы, где вокруг тебя довольно умные, образованные люди. Да, Лена ходила в школе, когда она училась. Она ходила на городские олимпиады по физике, по математике, да, тоже. По математике нет, городские не ходила. А, я ходила на математику. Да, и получается, когда ты переехала, тебя отправили в школу... Так называемую Hauptschule. Что это такое? Это школа, которая... Ну, в Германии такая система, что после школы начальной детей делят на три разные группы, отправляют их в три разные вида школы. И одна из школ это такая школа, где заканчивают 9 классов, и после неё идут учиться на маляров, на продавцов, на такие простые, как бы, работы, да? Ну, не простые имеется в виду, не... Где не нужно именно образование высшее. Аккуратно потрохить. Вот. Да. И туда изначально идут люди, которые, ну, как бы, такие, немножко могут быть антисоциальными элементами, например. А у меня такие были. И мне просто было не с кем общаться там. Я нашла много друзей, кто говорил по-русски также, но они были часто из маленьких деревень. Просто у меня не было с ними близкого общения, потому что у нас были совсем разные жизни. Понятно. Это было сложно. Но потом я пошла в хорошую школу, гимназию, и там всё стало супер. У меня были друзья Эмма и Гот, и я с ними классно тусила. Супер. А я после девятого класса ушла в лицей при Новосибирском государственном техническом университете. И с отличницей скатилась на троечницу, потому что была смена обстановки, другие преподаватели с другим подходом. И я не сразу усваивала новый материал из-за разницы в подходе к преподаванию. Так что, да, было сложно. У меня, наоборот, все были супер умные вокруг меня. Некоторые сейчас работают в Google, в разных мировых компаниях. А я преподаю русский как иностранный. Ух, рука устала. Так, смотрим, что нас окружает. Вы тут вот заснимите, пожалуйста. Да, молоко. Молоко. Сейчас проверим другие стороны, Лены. О боже. О чём ты жалеешь в своей жизни? О чём я жалею? Может быть, не только о том, что было сделано или не сделано, но, может быть, о каких-то своих словах или поступках по отношению к другим людям? Да нет. Понятно. Нет, на самом деле, жалеть, как бы, думать, что что-то могло было бы сказано иначе, либо в другой момент, о таком жалеть можно. Но, как бы, в принципе, думаю, что всё, что было сделано тобой, привело тебя туда, где ты сейчас и к тому, какой ты сейчас есть. И мне, как бы, в принципе, комфортно с тем, какая я сейчас. Поэтому я думаю, что для конкретно меня всё сложилось удачно. Но в отношении к другим людям какие-то, возможно, отношения в плане мужчин. Может быть, как-то я не совсем правильно расставалась иногда. Не совсем правильно расставалась. Что ты имеешь в виду? У меня, допустим, нет таких сильных чувств, я думаю, ну, всё равно парень же хороший, он к мне хорошо относится. Попробовать можно, почему бы нет? А в итоге это было, как бы, разрушительно для нас обоих и не вело никуда. Но это не было, как бы, зря потраченное время, потому что всё равно ты какие-то вещи у человека, от него учишься чему-то, да, и он от тебя тоже. Это всегда плюс, какая-то интеракция между людьми, в принципе. Да. Но просто что-то могло быть более эффективно сделано в более короткий срок, ну, либо просто не было особо важно. Так, хорошо. Сейчас покажу, где мы сейчас. Кажется, мы скоро вообще будем идти в полнейшем тумане. Мне вообще кажется, что из упущенных моментов не о том, что мы говорили до этого, что кому-то, может быть, сделал больно, либо потом какое-то мне очень приятное чувство, а скорее мне жалко о том, что я в те моменты, когда мне были какие-то большие, красивые кому-то чувства, либо просто, что мне кто-то нравился, как просто личность даже, например. Я не говорила это, а просто думала, что зачем я буду говорить, это же как-то глупо, и, может, я не нравлюсь человеку этому. А на самом деле, мне кажется, это всегда очень важно, давая другим людям понять, какие они классные и отличные люди. Да, я согласна. Многие люди боятся говорить о том, что их не устраивает, но также огромное количество людей не умеют выражать именно позитивные эмоции и говорить о любви, об уважении. Так что, ребята, обнимите того, кого вы любите, и скажите. А лучше расскажите словами. Туда. Надо проверить. О чём ты мечтаешь? Нобелевской премии. Ну, вообще, у меня всегда детская была мечта, да, но на детская получить Нобелевскую премию, но это была совсем детская мечта. А потом стала мечтой то, чтобы в учебниках по физике был какой-нибудь закон, названный моим именем, чтобы там эффект Лены Фоль. Это было бы здорово. Вот. Но это такие детские мечты, а более как бы серьёзные. Эффект Лены Фоль. Да. Забыть айфон в квартире Airbnb. Например. Да. Вот. А из мечт... мечт? Мечтаний? Более реальных и более взрослых, наверное, ну да, устроить себе комфортную жизнь и не работать каждый день по 8 часов, наверное, а заниматься также дальше наукой, но в более как бы свободном плавании. Это было бы здорово. И иметь время на то, чтобы путешествовать больше и заниматься собой. Но это в том, где невозможно. Почему невозможно? Всё возможно. Сделай онлайн марафон желаний, продавай какой-нибудь... Как попасть в церн? Это не очень популярный, да, будет марафон. С какими мужчинами ты никогда не станешь встречаться? В которых нет высовообразования. Почему? Вот мне... Ну слушай, ну есть... Вот, например, да, я приведу пример. Я, когда путешествовала по Вьетнаму, встретила там парня по имени... Сейчас скажу, Питер. У него была девушка, и мы всё это время общались, и вот мне Питер показался очень умным, образованным парнем, но при этом у него не было высшего образования, потому что он сразу после школы начал заниматься строительством. Он, допустим, он из Англии, он купил себе дом, он зарабатывает хорошие деньги, он много читает, он занимается, по-моему, даже музыкой. То есть человек всё равно занимается саморазвитием, но у него нет вот этого диплома в высшем образовании. Но почему тебя это останавливает? Да, я понимаю твой пойнт, и я знала, что я хочу на это ответить сразу заранее. Я не говорю, что люди без высшего образования, они обязательно глупые и ничем не занимаются в жизни интересным. Я думаю, что наоборот, они могут просто-таки, ну, просто как бы сферой у людей хобби их разное, да, может быть интересным вообще в принципе по жизни. Но я хочу жить с тем, кто разделяет мой стиль жизни, понимает мои каждодневные заботы, мои мысли, там, не знаю, проблемы. А человек, у которого совсем другая жизнь, который, допустим, строит дома, он может быть отличным человеком, интересным собеседником, другом. Но как партнёр по жизни нужен тот, кто как бы может меня понять лучше. И у меня был опыт, я понимаю, что человек из совсем другой как бы сферы деятельности, сферы общения с людьми, да, с кем он общается. Просто у нас не будут как бы сходиться жизненные цели и интересы каждодневные, темы разговоров и там и так далее. Поэтому как бы год. Понятно. Да. Что ты думаешь о нынешних россиянах? Лена русская немка. Во-первых, что ты думаешь о русских, которые живут в Германии, и о нынешних россиянах в России, вот что ты о них знаешь, какое у тебя мнение о них? Да. У меня такого широкого взгляда на то, что происходит с этими людьми, да, как они вообще живут, я этого не вижу сама. Поэтому у меня нет какого-то прям конкретного мнения. Но мне кажется, что в России живущие люди, они очень любят как бы ответственность отдавать на кого-то другого. Перекладывать, да? Да, это всегда было в русской культуре, ментальности, что вот царь, он за нас решит. Когда царь какую-то делает ерунду, не хочет ругаться, они просто думают, что ну подождём, если его потерпим, иначе будет ещё хуже. И это такая черта отличительная, которая очень сильно, мне кажется, мешает людям зажить правильно. И вот как мы с тобой вчера обсуждали, есть фраза «Лучшее – это враг хорошего». Мне кажется, что наоборот, хороший – это враг лучшего. Почему? Привыкнуть жить к чему-то, привыкнуть жить в каких-то хороших, у кого тебе кажется, в принципе, хорошими, ты думаешь, что вот зачем я буду пытаться что-то менять, что я могу потерять то, что у меня сейчас уже есть. И поэтому ты не достигаешь чего-то лучшего, потому что ты привык к этому, как бы кажущемуся такому хорошему комфорту. Но есть люди, которые удовлетворены достаточно низким уровнем жизни, и они даже не пытаются его улучшить. И сейчас, например, говорят «ну, мне и так хорошо, мне в моём городе хорошо, в моей деревне, я не хочу никуда ехать, исследовать мир». И поэтому их мышление довольно стереотипно о том, что им говорят по телевизору о других странах, например, тому они часто и верят. Это часто относится и к русским немцам, которые живут здесь, и в Европе. Конечно, обобщать нельзя ни в каком случае, люди совсем могут быть разных, потому что у них и бэкграунды разные, и жизнь они прожили уже здесь, и в Европе разная. Но часто бывает такое, что, конечно, среди русских семей эти вот скрепы, традиции русские, они привыкли думать, что вот мы в 90-е уехали, и вот в России было так. Они думают, что там сейчас всё ещё так же. В общем, да, они как бы очень склонны помнить хорошее и полный игнор ставить происходящее в нынешней реальности. И очень часто семьи такие как бы очень не хотят, чтобы люди только вместе женились там, да, на таких же русских немцах. Даже русские просто тоже... Не хотят или хотят? Хотят, хотят. А, хотят, то есть чтобы оставались в своём таком жилье. Это было всегда, это фишка русских немцев, они так всегда жили, потому что когда они в России оказались, русские немцы, они жили в своих таких деревнях, в сёлах маленьких. Коммунных. Ну, это было как из публика немецкая на Волге. Было много-много деревень, богатых деревень, много ферм. И как бы их было довольно много, поэтому не было проблем оставаться в своей как бы закрытой общине и вот с собой жениться там и так далее. Вот, поэтому как бы до сих пор такое у них мышление, что нам нужно сохранять культуру нашу немецкую, как же так. И мне с детства говорили все, вот есть мальчик, вот там семья у нас, мюллеров, соседи живут, может быть, ты познакомишься с ним? Мои уже смирились родители, что им не видать российского немца в семье. Пожелай что-нибудь тем, может быть, или дай совет тем, кто изучает русский как иностранный, кто продолжает это делать, несмотря ни на что. Самое главное след – это дальше продолжать его изучать, потому что всё-таки нельзя смешивать политику и просто культуру, да, и тем более язык. Это всегда, даже если сама страна, где носители этого языка живут, она вам не очень нравится, то изучение чего-то нового – это всегда, это развивает мозг, это классное хобби. Это может у вас ответить какие-то проблемы каждодневных. Вот, и главное, наверное, в плане изучения языков любых, у меня в этом большой опыт, стоит просто чаще говорить, общаться и пытаться быть вот в этой сфере языка как можно больше смотреть. В языковой среде. Да, в языковой среде. Смотреть сериалы, поставить телефон на этот язык, общаться с Дашей. Да, спасибо. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы вам ещё запишем кадры, когда мы вернёмся обратно. Если вернёмся обратно. Ясно, надеюсь. Вот. Всем желаю прекрасного дня. Пока-пока. Да, только тебя не видно. Сюда, да, мы хотели? Да. Да, ребята, зачем я согласилась здесь идти? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok